Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном Радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в выпуске. Центробанк выступил против закрепления за ним ответственности за рост экономики. Миллиардеры уговорили Мишустина не повышать налог на прибыль. Власти передумали индексировать пенсии работающим пенсионерам и повышать МРОД. Первый зампред Центробанка Сергей Швецов выступил против закрепления за регулятором ответственности за рост российской экономики. Об этом он сказал на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, как сообщил Интерфакс, а вслед за ним Форбс. Он отметил, что сейчас главный вклад ЦБ в общую копилку экономического роста – это обеспечение ценовой и финансовой стабильности. Невозможно не согласиться с господином Швецовым. Центробанк никак не может нести ответственность за рост экономики, поскольку его главная задача – не допустить этого самого роста. Подчиняясь Международному валютному фонду, ЦБ России неуклонно проводит политику сдерживания российской экономики через ограничение внутреннего инвестирования всеми возможными способами. Так что ценовую и финансовую стабильность наш ЦБ обеспечивает прежде всего западному капиталу. И уже даже не пытается это скрывать. Руководство страны ничего с этим поделать не может. Или не хочет. Или хочет, но пока не знает как. Ох и тяжела жизнь российского капитала. Хорошо, что хотя бы со своим родным буржуазным правительством можно договориться. Финанс.ру сообщает, что правительству удалось согласовать с представителями крупного бизнеса компромиссное решение по увеличению налоговой нагрузки на металлургию и горнодобывающую отрасль. Звучит как достижение правительства, а на деле крупнейшие капиталисты России прогнули к государственного капиталиста и не позволили отнять заработанные непосильным трудом. Только представьте, товарищи слушатели, буржуазное государство хотело покуситься на деньги, которые горнодобывающие и металлургические компании в последние годы направляли аукционерам, а не на инвестиции. Согласитесь, это наглость. В карман акционерам заглядывает. Премьер Мишустин позволил себе сказать, что деньги нужны на развитии экономики и повышение качества жизни людей. Уважаемые представители бизнеса, конечно, это ваше право распоряжаться и решать, как распоряжаться всеми заработанными средствами. Но сейчас во всем мире главным показателем социальной ответственности считается то, сколько бизнес вкладывает в развитие и своего дела, и своей страны. Выверенных шагов и социально ориентированных действий ждет от вас, конечно, не только правительство, а в первую очередь граждане нашей страны. Но уважаемых представителей бизнеса так просто не возьмешь. Торг шоу жесткий, по всей видимости. В итоге, вместо почти двух с половиной миллиардов долларов, ожидаемый результат от повышения налога на прибыль, государство получит миллиард с небольшим в долларовом эквиваленте от налога на добычу полезных ископаемых. Что ж, поздравим обе стороны с удачной сделкой. Но чего ждать от нее гражданам страны? Вопрос, как мы все понимаем, риторический. Правительство России отвергло индексацию пенсии работающим пенсионерам, подготовить которую в начале года поручил президент Владимир Путин. Законопроект об индексации для 10 миллионов подрабатывающих пенсионеров получил отрицательный отзыв Кабмина, сообщает финанс.ру. Законопроект ЛДПР об увеличении МРОД до 20 тысяч рублей также был отвергнут. Как мы понимаем, товарищи слушатели, выборы позади, и теперь нет необходимости потакать электорату. Своя рубашка ближе к телу. Даже то немногое, что было обещано, тут же отвергается. А ведь это не какие-то предвыборные обещания, а настоящее поручение президента. Буржуазия каждый день объясняет пролетариату, что она не собирается заботиться ни о ком, кроме себя. Что пролетариат должен самостоятельно бороться за свои интересы. А для этого необходимо объединяться. Вступайте в ряды Рабочей партии России. А с вами был Гуркин Никита с коммунистическим приветом из города Новосибирска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова